Мы смотрим с вами сказку про то, как царь дочку замуж выдавал. Аплодисменты! Вот и царские палаты, не сказать, чтобы богаты. Царь с трапезой сидит и печалит и сердит. Если я встал не с той ноги, не помогут пироги. В шоссе не пора, жениха вызывать пора. Я ж мне зять отпускать, чтоб царь, я бы не был подстать. Ведь не терпитовать. Надо жениха искать, только ты остерегись, дурака к ней кажешься. Ты, малая, не погоди, напрасно не тверди. Я ведь сам не спас я, ты же медаль на груди. Ты тут властью не дави, ты министром подави. Может, дельное что скажет, если сможешь, улови. А медаль не горшки, не пришьешь замен башки. А башкой здесь есть уловка, да голову, пирожки есть. Скинь отсюда, сатана! Что сказал, пижина? Я? Страшен я в огнею царском. А ли жизни не нужны? При таком-то уж царе ничего не нужно мне. Ты на стопу не бронись. Правда, бабушка, смирись. Ты так умом, не бой, так министром туда поклонись. Распустились и опять слова не дают сказать. Хоть с умом у нас не густо, а под короны не видать. Он без власти, он не впрок. Ходит умник без бортов. А в короне ходите глупые, да всегда рыб. Ну, да ладно. Царский мой приказ таков. На завтра скликаем женихов. А теперь на боковую. Цель на девять килограмм. Казаха, когда развился, но министром поклонился. И заботу и томим, обратился в речи к ним. Мы хотим просватить Машу, дорогую дочку нашу. Посоветуйте, как быть, как нам жениха добыть? Ваше Величество, женихов вокруг большое количество. Но тут дело государственного значения. Это я вам скажу без всякого преувеличения. Казаха в полном упадке, а у купечества в день недостатки. А то нам купцам платят предложения, чтобы оправдать материальное положение. Это настранцев, если надо выразить. У них, пожалуй, можно валюту добыть. Они хотят ставиться перед нами, но и при них мы вырезыгали. Ну, как говорится, ни одна блока, ни плоха. Главное, чтобы и кошелку такого жениха, если цена в воду не пить. Главное, день жены, сказано, добыть. Эй, купец нас за денежки свои семшку уже дерет. И на земец и полцарского валу заберет. Ни хорошие. А я хоть и не часто съедаю такое, что в жизни понимаю. Ну ладно, как я уже сказал, на завтра скликай женихов. Ничего я так много не решил. Подозрелся на авось, а Машу в желании не спросил. И пошло поехал еще в привык кое. Удивляйтесь, старый младший. Ихи, вау, 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 вау. Поглядим чуть не другого. Вот потех и правослов. Царь их важно принимает. Документы проверяет. И вопросы задает, чтобы видеть, чья возьмет. Жених аназемный, проще иностранный. В первой надежде объясняется туман. Приданым сильно интересуется, собой в зеркале любуется. Это что еще за птица? Видала, царь, царь? Замой вопросы, мать. Как вас звать, как величать гражданин? Мой папаша, чон пропеллер. Мой папаша, чон пропеллер. Моя пропеллер, сын. Ну, папаша, я один. У него есть два захода, филей, фунт, фирма, моти. Если папочка согнется, мне пока фото остается. Если у вас игра, он без. Не имеем интерес. Если с вами породимся, то вдвойне обогатимся. Надо заключить контракт. Подписать при этом акции. Это что же получается? Он над нами издевается? Рот моральный. На экранке объявился, что бездох, что подавился? И крою. Дай пинка, чтоб до границы он летел быстрее, птица. Пас. Уходи. Следующий. Банженик купеческого роду. Слуга царю, благодетельно роду. У него такие капиталы, что кланятся ему и генералы. Наш купец, ваш товар. Он, надеемся, не старт? Наш товар купец. А как он вернул, подлец? Подлец. Зачем сюда пожаловать? Вот что она сюда пригнала. Деньги из почета мало. Чтобы почета нам получить, надо нам чины добыть. А коли царь не действует, он не чины добыет. О, вот ж сранца, право слово. Не видал я такого. Одному давай державу, а другому чины слова. А любви никто ни слова. Не видал я такого. А-а-а-а-а! А-а-а! Оно такие measure помело, месленным добро. Ду vs. знать, наль. Ну, спасибо, удружили, чуть эню не подложили. Дургонат匠. Дургонат. Кстати, без него хватает. А что ей дургонат? Как же, дочка, жить мы будем? Как же жениха забудем? Коль меня бы вы спросились, в дураках не очутились, Привела бы к вам его, суженного моего, Он не физик и не лирик, не поэт и не сатирик, Он не принц и не победник, он ударный молодец, Он не ждет чинов и славы, он опора для державы. Мой Ванюша, ясный свет, вот мой батюшка ответ. Верно, Машенька сказала, ведь в корысти счастья мало, Так давно хоть чек-спроси, повелось и наруси. Собой он, Пригош, на чак-норис похож. Ну-ка, парень, не робей, отвечай мне поскорей, Зачем сюда явился, чем ты во дворце отвлестился? Я люблю царевну Машу, нет ее на свете краши, Пожени нас, царь отец, мне не нужен твой дворец, Мне нужны чины и награды, нет для любящих преграды. Все добудем мы трудом, чьи отзывы сад и крепкий долг. Хорошо сказал Ванюша, ты ж порадовал мне душу, прям вылитый чак. Ха, ну а если враг нагрянет, кто за Русь святую станет? Убийщу. Это мой родной отец, есть и пах, и есть и воин, всех родных своих достоинств. Детский я люблю, поставить за ручку могу. Ну, для милого дружка и серожка из ушка, Отдаем тебе мы Машу, дорогую дочку нашу. Наряжай невесту, мать, будем свадебку играть? Главный атрибут... Более сказочки конец, а кто слушал, молодец. Молодцы, аплодисменты, возьмем вам! Какие таланты, ребята! Театральные училища плачут! Браво! Какие образы роскошные! Какой юмор! И как они здорово все это передали! Итак, пожалуйста, мы с вами выстраиваются. Восьмой ад для фотографии. Ваш великий корон-то на день! Че да! Корон-то на день! Ты выключила уже? А я думаю! Гости иностранного, пожалуйста, рядом. Молодцы, ребята! Ну что ж, спасибо большое! Спасибо! Восьмой А садится на место! Как вам мой костюм? Я хочу сказать свои слова. Ой-ой, я кого-то камер пил. Опять! Я не забыла, он должен был говорить. А я ждала, пока он скажет, а он забыл. Завтра, да? Садимся, садимся. Камера выключается.